МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Александр, здравствуйте! День добрый вам! Александр, я вас благодарю, что вы нашли время в своем плотном графике для нас и сегодня присоединились к нам в прямой эфир. Действительно, для нас большая честь было именно увидеть вас сегодня, потому что очень долгое время мы готовились к данному интервью, очень долго обговаривали, потому что знаем, что какой вы великолепный человек. Я и вели в плане творчества. И мы записали некоторые вопросы, которые и со стороны зрителей тоже были заданы. И хотели бы, чтобы вы сами лично ответили. Александр, вы являетесь председателем Болгарского союза писателей России. И вот такой вопрос. Чем запомнились ваши первые дни в крестик председателя? Какие были ощущения у вас? И первая мысль, какая пришла к вам в голову, когда вас избрали председателя? Был просто трудный период, как и у многих таких организаций, областных, региональных, как мы их называем. Это борьба за выживание, за свою недвижимость. У нас пытались отобрать помещение в центре города, и все начиналось с судов. То есть арбитражный суд. Надо отстаивать, надо бороться, надо выживать. И, конечно, тут порой недотворчество. Нам удалось отстоять эту недвижимость. Но просчеты предыдущих, и председателей, и вообще общая тенденция, вместо того, чтобы в свое время приватизировать это помещение, которое было построено именно для писателей, и с помощью нашего Литфонда, который тогда обладал колоссальными денежными средствами, потому что с каждой книги один процент шел в этот Литфонда. И в целом это получались огромные деньги. И имелась огромная недвижимость. И писатели тогда получали и дотации, и преференции, ну и вообще. То есть это был уважаемый человек в то время. А среди них были, конечно, разные. Но это позволяло и содружествиям, и переводам. Ну, мы имеем просто потрясающие примеры, когда Чингиза Айтматова, да, там, он писал и на русском, и переводился на разные языки. Или там дагестанские поэты, азербайджанские, которые за счет переводов получали всемирную известность. И это вот то, что и должно быть. И должно бы продолжаться. Но потом все это, все это рухнуло. Власть поняла, что когда, конечно, приходят к президенту и начинают склоченничать группы каких-то писателей, друг на друга, плевают помоями, там говорят, это плохое, это такое, это такое. Ну, естественно, тут власть имеет возможность, ну, как бы... Вот пример последнего у нас союз писателей России, съезд. И была выдвинута кандидатура. Настоящий писатель. Проголосовали против него. То есть... Полоса победила. После этого идет вот такое затухание, затухание. И, конечно, Сергей Шаргунов, он выступает на телевидении, он сам много работает и так далее. Пытается что-то помогать и в меру сил. Но, если бы он был, конечно, председателем, он смог бы объединить всю эту разрозненность, к нему уважение и так далее. Но этого не произошло. И вот мы имеем очень плачевный на сегодня результат и отношение к ответственному писателю. Имеем то, что мы имеем, да. На сегодняшний. Олег, пожалуйста, вот вы сами лично. Ощущаете хоть какие-то изменения в обществе по отношению к Союзу писателей России? И в чем, и как это выражается? Ну вот я начал говорить, что культура в очень плачевном состоянии до сегодня. Ведь так уж привыкли в России смотреть на царя, не на Бога, не на Бога, а на царя, да. И отсюда, значит, действовать. Ну если царь не поощрит культуру, то и зачем мы будем что-то делать? Мы можем, значит, ну так относиться к ним очень порой на приватерских. Ну где-то лучше, где-то хуже. Хотя я буду совершенно неправ, если, ну как бы сказать, что совсем плохо. Не платить деньги. Это выдается там при премии в двух тысяч долларов. Немалая поддержка. Я, кстати, за свою последнюю книгу, которая вышла в издательстве «Вечи» в прошлом году, я получил эту премию. И вот эти там 150 тысяч рублей, это, конечно, существенная поддержка для писателя, когда ты, ну, в любом состоянии идет работа в течение года. Хорошо, если у тебя есть подработка какая-то, ты кем-то там работаешь, ну, тем не менее, ты должен очень плотно над этим материалом работать. В ущерб семье, каким-то интересам, еще чему-то. Александр, вот смотрите, на сегодняшний день есть маленькая такая тенденция. Некоторые писатели очень сильно стремятся к политике. Как вы лично сами относитесь к тем писателям, которые все-таки, так скажем, лезут в политику? Нет, я к этому отношусь плохо. Почему? Потому что, как старая пословица, да, когу-богову, когова кесарю кесарева. Или ты должен заниматься творчеством активно и быть независимым. Либо ты, если идешь во власть, то ты, естественно, как любой политик, а политика невозможна без компромиссов, без каких-то хитросплетений и так далее, ты должен под что-то подлаживать. Ну, пример наших великих писателей, как российских, так и зарубежных, это чаще всего все же независимость. определенных. Да, это... Да. Скажите, пожалуйста, Александр, а вы сами лично как к цензуре наших не относитесь? На сегодня цензуры, как таковой практически нет. Ну, я не сталкивался за последние годы с какой-то такой жесткостью, и даже когда я немало писал педагогических материалов. и в литературной газете, и в журналах. Хотя, да, вот последний раз я когда делал материал об Азербайджане, это было два года назад, у меня, честно говоря, материал из кромсали и изрезали. Оставили только вот, ну, такую, что ли, как бы гладкую часть. А та небольшая критика, которую я пытался привести в сравнении, допустим, как это делается в Баку и в России на сегодня, то ее убрали. Ну, есть, но это зачастую не цензура. Это главный редактор газеты подстраивается под мнение власти мужчин. То есть, им выгодно вот так, чтобы это звучало, он, соответственно, вот. А тут я вспомню, что у меня одна из первых книг в конце 80-х выходила в нашем Нижневолжском книжном издательстве, и у меня там сцена, отец с сыном разговаривают между собой, и чтобы снять, значит, напряженность, отец заказывает там водки выпить сыном. Ну, взрослый сын уже работает, и мне в те годы сказали, надо эту сцену убрать, никакой водки быть не может конец 80-х, да, прошлого века. И мне пришлось убрать. Ну, то есть, это была какая-то такая вот цензура, порой смешная, порой там политическая, но да, это существовало. Сейчас, мне кажется, этого практически нет. А как вам кажется, вообще нужна ли цензура? Даже вот такая, о которой вы сейчас описали? Ну, порой она нужна, да, очень, наверное, нравственная какая-то. Смотрел телевидение, телевидение американское. Ага. Даже немало всякой пошлости какой-то, но таких вот уж совершенно в дневное время откровенных там, значит, неглижея и всего прочего, и просто какого-то сатанизма, там нету, отсутствует. Что это, цензура или просто разумность определенная? И мне запомнилось, мальчик, 12 лет в семье, я жил в венгров американских, когда он смотрел фильм «Белый клык» на английском, и у тебя есть слезы, потому что он запереживал, он искренний такой мальчишка, он уже просто не реагирует на это, ему на слез. Вот смотрите, Александр, все-таки культура и искусство, они всегда воспитывали человеку и воспитывали в нем самые лучшие качества. Правильно? Скажите, пожалуйста, вот на сегодняшний день это происходит в обществе или нет? Я думаю, это происходит всегда, только это не происходит одномоментно. Вот у нас есть писатель такого российского уровня, очень хороший, он и лауреат государственной премии России, Борис Петрой-Чикимов, ему уже 80 лет, и все 60-е он пишет о Садоне, о маленьком человеке, о какой-то пастух, с которым он чуть ли не учился в школе и продолжает пастушить и делать свое дело хорошо, и об нравственности вот этой угасающей деревни, станиц казачьих бывших, и он уважаемый человек, и его читают, да, хотя, конечно, тиражи книг очень уменьшились, но он делает свое дело нравственное, и, наверное, это придет, и, как вот мы уже с вами говорили, я вспоминал нашего великого писателя Александра Сергеевича Пушкина, с его, казалось бы, таким небольшим воспоминанием об как бы Азербайджане, можно сказать, но тогда это было значит, Терванское царство, это вот шамаханская царица, да, ее знает чуть ли не весь мир, но многие даже, может быть, и не знают, что это сегодня город такой небольшой, 20-ти тысяч в Азербайджане, что это древнейший город, но Пушкин его прославил как бы дополнительно своим просрением каким-то, создал такой образ, и я, когда ездил по Азербайджану, и когда мы заехали, значит, в Шимаху, в этот небольшой городок, я сразу первым делом вспомнил именно Пушкина, вот как это бывает, и это приходит через века, через много лет, так же, как Низани, да, остался на века, и так же, наверное, будет с лучшими и писателями России, из Азербайджана, и я общаюсь и с дагестанскими друзьями, и кто-то вот у меня татарин, значит, живет сейчас в Австралии, наш выпускник Литинститута, и вообще для меня никогда не было вот значения с самых молодых ногтей вот этой национальности, то есть вот это и сегодня мы сохраняем, и очень бы хотелось, чтобы это перешло и к нашим детям, хотя это делать очень сегодня тяжело, вот даже попасть в одно, ну как это сделать из Волгограда, да, автобусом очень непросто, а поезд практически перестал ходить там, что-то раз в неделю он ходит, а полеты не летают, надо через Москву, насколько все это непросто, насколько сложно, хотя, конечно же, я вот и продолжаю рассказывать и знакомым, и даже так небольшой фильм сделал про Баку и поездку в Азербайджан, как бы вот как раз вот это вот безкультурья, ну если бы ты вот этот обыватель, который побывал в Баку, да, и увидел, что там сохранились русские школы, что там у памятника Пушкина лежат гвоздики, что там улица Лермонтова, что там памятник Есенину, что там много-много чего доброго и очень порядочного и отношения очень хорошие. Он бы, наверное, переменил свое мнение и где-то где-то в его сознании произошло что-то очень серьезное. Вот, к сожалению, сегодня попасть в Азербайджан, в Баку, значит, увидеть не только архитектурные там красоты, которые действительно существуют, великолепная архитектура, но есть и старина, есть и просто красота современная, горнолыжный курорт и прочее, прочее. Ну, разобщены на сегодня, к сожалению, может быть, это все же переменится ситуация. Будем надеяться. Александр, вы смотрите, много действительно написанных и еще в будущем будет написано очень много интересных книг. Тогда откуда же такая тенденция на сегодняшний момент, что молодежи просто практически перестала читать, им просто неинтересно читать? Ну, эта тенденция, да, пошла уже не сегодня, наверное. Скорее всего, раньше, может быть, не то, что была излишне политизирована литература, и произошел, как мне кажется, какой-то определенный что ли надлом в сознании. С одной стороны, тебя в школе чуть ли не насильно пичкают Достоевским, когда ты его не можешь понять и не можешь воспринять. писать сочинения по целине Брежнева, потом народ ударился в мистику, сейчас первейшая литература это фантастика, фантасмагния, это уход от действительности. От реальности, так сказать? От реальности, да, вот хорошо вы сказали, от реальности. Почему это произошло, Александр? Почему народ ударился в секторе в мистику? Почему все хотят убежать эту реальность? Потому что ее, наверное, чересчур много, как, допустим, порой многие, значит, политики и недальновидные, значит, нажимают на патриотическое воспитание. Якобы. Хотят воспитать патриотов, но когда, значит, молодому человеку его чуть ли не мордой пихают в этот патриотизм, да, и насильно туда пытаются загнать, то происходит обратно. Это было в сектор. И этого делать ни в коем случае нельзя, ведь любить родину, ну, просто насильно составить нельзя. Это должно воспитываться со всеми другими, как любовь к матери. Вот тогда это будет цельно, нормально. И я вот вспоминал Америку, еще могу вспомнить, вот те же венгры, да, значит, переехали в Америку, они уже себя не считают венграми. У нас читал в Нью-Йоркском университете курс лекций выходец из Одессы, которому уже за 80, да, и когда там женщины, директора издательств стали опять задавать этот коварный вопрос, а кто вы по национальности? Ну, еврей из Одессы. Он гордо поднял голову и сказал, я по национальности американец. Вот человек как бы это пришло не откуда-то, а человек идет отсюда. Также мне думается и здесь тоже значит любовь к книгам и к чтению значит невозможно так же насильно составить и так далее. Александр, предположим вот такую ситуацию. Я молодой писатель. Я приношу например вам свою книгу на рассмотрение. Скажите пожалуйста, как вы можете как профессионал определить качество этой книги на самом деле и будет ли она читателем насколько интересно что стоит ее публиковать время? Я значит проводил несколько конкурсов литературных на уровне нашей Волгоградской площадки и я помню семинары которые проходили в мою бытность молодость это колоссальное понижение уровня текста на сегодня если приходит и попадается тебе хороший текст ну что значит хороший текст ну хотя бы он должен быть просто грамотно написан и нести наверное смысловую нагрузку определенную правильно? Да само собой если нет смысловой нагрузки но помимо смысловой это еще ведь большинство особенно молодых они занимаются описательностью то есть как-то как человек какой-нибудь северный вот он едет по значит там степи и поет о том что он видит вот дерево стоит вот там впереди дом вот мой конь быстро бежит и так далее примерно на таком уровне а художник писатель он должен изображать и помимо того что значит это должно быть изобразительный ряд когда человек сразу понимает что в руках у него не просто там ручка а ручка очень важная и которая сейчас создаст великое произведение и вот это изображение плюс это должно быть пропущено и через страсть и через свою душу да то есть как бы чтобы было сопереживание наверное смотрите тоже может быть наши русские фильмы попадаются но очень много идет проходных как мы их называем мыльных опер и так далее сделанных быстро быстро на потребу и так же и в литературе сейчас много запланировано все вот такие проходные тексты порой они даже гладенько написаны но они не цепляют я должен цеплять и вот смотрите сейчас мы говорили о качестве написанных произведений но есть тенденция другая посмотрите насчет относительно учебников ведь учебники изданы для детей для того чтобы их воспитывать правильно очень часто мы в сетях также а также видим жалобы родителей о том что написаны такие книги которые не то что читать невозможно вообще смысл понять нереально как же такого рода книги пропускаются сверху для того чтобы воспитывать эту молодежь ну тут у семьи нянек дитя без догляду так и у нас много министерств много приходит как мне рассказывают и учителя и знакомые профессора в нашем университете о том что много рекомендаций много всяких бумаг ненужных приходится составлять а значит какой-то такой тенденции на создание действительно высококлассных учебников ее пока нету все время идут перемены все время как-то пытаются подстроиться под кого-то под что-то и наверное вот из-за этого ну так же как я вот начал говорить что нету бесконечно идет разлад среди писателей когда поделились на разные там удельные такие княжества что ли много разных союзов и каждый сам по себе наверное вот так же и в в нашей в наших министерствах культуре сегодня одно веяние завтра другое наверное из-за этого я не специалист может быть поэтому все-таки у молодежи упадает интерес к чтению потому что написаны не те учебники которые стоило бы написать то есть не тот уровень учебников может поэтому все-таки связано потери интерес молодежи чтению что такое учебники это ну порой это может быть какой-то небольшой платформы каким-то минимальным познанием и ну как ну арифметика есть арифметика да или алгебра а исторические материалы сейчас огромнейшее количество ты их можешь черпать как из архива которые переведены было бы желание было бы желание и человек в первую очередь должен на сегодня особенно молодой у него должно быть желание самообразовываться то есть становиться профессионалом будь ты писатель профессионал ну вот нас учили допустим там в литературном институте мы именно заточены на это мы профессионалы а если ты на тупоре ну ты тоже должен быть классным токарем ты должен ты должен может быть и английским владеть в этой ситуации и читать какую-то дополнительную литературу и так далее и многое-многое и тогда ты будешь классным хорошим специалистом сварщиком и настройки но без самообразования ничего у тебя не получится Александра скажите пожалуйста что было самым трудным в вашем советском творчестве интересно ну наверное был какой-то период вот нет особых трудностей как таковых не было я более-менее всегда издавался книжки выходили другое дело что наверное главная трудность была в 90-х годах для писателей все рушилось шло куда-то не туда кроме того бесконечно этот пандитист я работал тогда директором издательства и меня нагибали со всех сторон и мне надо было кормиться у меня трое детей и как бы надо было зарабатывать и писательство стояло где-то там на десятом месте в этой ситуации просто это было выживать а где вы черпаете вдохновение все придаст в произведении ну это тут черпать особо ничего не надо если ты много ездишь общаешься с людьми я в конце девяностых в начале двухтысячных несколько раз гонял автомобили из Владивостока в Волгоград и мне говорили всегда ты никого не подсаживай как можно ты не останавливай общался с людьми подсаживал подвозил на этих огромных расстояниях и я все время общался и это входило в очерки это самому мне давало какую-то дополнительную пищу для размышлений и вот один из очерков об этом путешествии он много раз переиздавался и людям нравилось вот это именно какая-то что ли открытость искренность вот этих людей в маленьких поселках там вот для примера я приведу допустим еду я через Казахстан который идет вдоль Транссиба подвожу женщину она тащит пирожки на пункт пропуска таможенный ей больше нечем зарабатывать она там продает пирожки и она говорит мне такую сентенцию ну ничего тяжело сейчас конечно но скоро Путин договорится с Назарбаевым и эти поселки снова отойдут к России то есть вот люди жили такой наивной верой что все переменит а над чем вы сейчас работаете заново я сейчас написал такой роман старатель это сибирско дальневосточная тема с уходом в историзм то есть же уходя в клуб и так далее помимо этого романа я написал сценарий для фирма Басилинова он вошел там в финал такого форума сценарных проектов но к сожалению вот коронавирус значит не позволило как бы продвинуться этой теме дальше и воплотиться уже в фильм планирован на апрель следующего года а как называется фильм если не сегмент значит называется старатель старатель человек который моет золото вот есть такая профессия и даже не столько профессия а как бы образ жизни человека это всегда еще определенная мистика и определенная тайна потому что золото во все времена еще самых-самых древних было олицетворение вроде бы богатства но оно приносило массу и зла и так далее и неприятности но при этом церкви кроют золотом и кресты золотые и вот вроде бы с одной стороны церковь золотом а с другой стороны это олицетворение зла определенного вот так у нас случилось Александр ваши пожелания азербайджанских поселителям кто будет сегодня смотреть ваши передачи в нашем главное это не терять наших дружеских связей доброго расположения и встречаться и ездить друг к другу и я как только идет вот эта ситуация с коронавирусом я постараюсь снова побывать в Азербайджане и порадоваться вот тем успехам которые происходили и которые происходят это идет во благо и нам и самому дружескому значит народу азербайджана которому я с очень большим уважением как и к своему давнему другу значит умуду Мерзоеву и которому я тоже желаю и благоденствия и доброго здравия спасибо вам огромное за столь интересную встречу огромное дай бог всем здоровья всего самого хорошего до свидания до свидания